Здравствуйте, ребята! Садись, пожалуйста. Начнем урок. Тема сегодняшнего урока Методика обследования больных заболеваний сердечно-сосудистой системы. Типа урока Урок обращения. Мы с вами прошли эту тему по определенной схеме, о которой я вам говорила в самом начале изучения данного времени. Она включает в себя субъективный метод обследования, который в свою очередь включает в себя жалобы больных, анамнезис морфи, анамнезис фида. Далее переходим к ампетиному методу обследования больных, который включает в себя альбасу, перкуссию, ауспитакты больных и лабораторный национальный инструментальный метод обследования. Позвольте представить наши петомоды. Первая команда называется Диастова, вторая команда называется Систова. В качестве разницы, ребят, я предлагаю вам угадать несколько загадок касательно данной темы. Готовы? Да! Первая загадка. Правый желудочек, дальше лёгкие вынесут кровь под давлением, лёгких приходит газообмен. Не было, чтобы организм провел. Из лёгких по венам, она не точнее, свой кровь завершает предсердным обмен. Кто хотят ответить? Диастов? Молодцы. Молодцы. Вторая задавка. Они родятся в косном мозге, всего 120 дней живут. Ядер не имеют вовсе, дыхание создают уют. Что скажем? Ответ? Элитроциты. Элитроциты. Молодцы. Белые клеточки явно содержат их хлажноможки и микробовы утверждаются. Кто ответит? Диастовый ответ. Хорошо. Следующая загадка. Мечников, ковередвение открыл, премию Нобеля он получил. Дал на нелёгкий вопрос он ответ. Хранит организм наш и иммунитет. Отлично. Последняя загадка. Ритмично колеблются стенки артерии. По этому ритму мы сердце проверим. Он может быть модный или алимичный, быть слабо-набженно, кофикардичный. Он пионер диагностики всей. Подумай и дай мне ответ. Ответ. Пульс? Пульс. Да. Спасибо. Итак, ребята, первое задание. Оно называется «Блиц-вопрос». Будет вам задано 10 вопросов. На ответ, на каждый ответ около 10 секунд. Первый вопрос. Сколько клапанов в сердце? Назовите их. Вопросы номер 3. Где находится синусовый узел? где находится синусный узел? Вопрос номер 3. Где находятся устье ауэрты? Где находятся устье ауэрты? Четвертый вопрос. Из какой камеры сердца берет начало лёгочный ствол? Из какой камеры сердца берет начало лёгочный ствол? Ответим. Пятый вопрос. Чем представлены проводящие системы сердца? Чем представлены проводящие системы сердца? Шестой вопрос. Что означает слово «вазодилатация»? Что означает слово «вазодилатация»? Это слово «вазодилатация». Вопросы устье. Систола – это? Систола – это? Диаскола – это? Девятый вопрос. Где выслушивается точка Боткина-Р2? Где выслушивается точка Боткина-Р2? Или место выслушивания точки Боткина-Р2? Последний, десятый вопрос. Где проходит верхняя граница относительно токости сердца? Где проходит верхняя граница относительно токости сердца? Токости сердца. Я предполагаю, вопросы несложные, и вы прекрасно справились с данным заданием. Пожалуйста, прошу передать мне наши источники. Я их передам к экспертной комиссии, которая выступит своей государственной малой. Пожалуйста, оценивайте. А сейчас я хочу представить членов экспертной комиссии в лице Ибрагимова Рафаэля и Кагермановой Камилы. Итак, следующее задание. На доске вы видите вывешенные картинки касательно данной темы методики обследования больных заболеваний в сердечно-сосудистой системе и других систем. Задача ваша – выбрать картинки, соответствующие сегодняшний день. Ваша задача – выбрать картинки, соответствующие методике обследования больных, функциональной и инструментальной диагностике других систем. Задача понятна? Да. Пожалуйста, подходите. Спикеры, команды. Выбираем. Оплатно. Выбранные вами картинки. Ребята, сделали свой выбор? Да. Хорошо, подойдите к экспертной комиссии. Передайте им свои картинки. Ребята, следующее задание. Оно касается объективного метода обследования больных заболеваний в сердечно-сосудистой системе. Вы знаете, он включает в себя общий аспорт, пальпацию, перкуссию и аускультацию сердца. У меня в руках три комбета. Спикеры, команды сейчас подойдут ко мне и выберут по одному кандиджке. Пожалуйста, ребят, подойдите ко мне. Хорошо. Садитесь. Откуда конверт? Посмотрите, какую там? Итак, ребята, вы сприлили свои конверты. Какое задание там оказалось? Показать методику проведения аспортных секторов. Так, это команда Диаскова покажет. А команда Систова? Показать методику проведения перкуссии сердца. Перкуссии сердца. Хорошо. Итак, ребята, вскрыт конверт и получили задание. Команда Диаскова показать техникум волнения ауксультации сердца. Пожалуйста, послушаем. Существует пять точек выслушивания сердца. Во время выслушивания сердца комнаты давно будет тепло, а руки должны быть теплыми. Самая первая точка выслушивания – точка нейтрального клапана. Она попадает с верхушным толчком. Локализуется на пятом межребеле на 1,5 нантиметра внутри середина ключичной линии. Бушинка – это два тона. Первый тон – синтолический, второй – диастолический. Хорошо. Правильно. Вторая точка называется «Остальная клапа». Она присутствует во втором межребеле справа от грудины. Покажите. Чуть-чуть выше. Вот здесь. Так, хорошо. Третья точка – это клапан елочного ствола. Она присутствует во втором межребеле слева от грудины. Хорошо, правильно. Есть еще какая-то точка? На миссии прикрепления межребельного отродка выслушивается с трех почтых клапанов. По счету? Она? Она четвертая. Четвертая, правильно. Пятая точка «Остальная клапана» – это дополнительная точка выслушивания артального клапана. Она выслушивается на месте прикрепления третьего и четвертого ребра слева от грудины. Правильно. Все, спасибо. Задание справились. Команда систола получила задание. Продемонстрировать технику выполнения перкуссии сердца. Но для начала я должна пригласить экспертную комиссию. Вы должны будете, ребята, отценить правильность выполнения перкуссии сердца. Встаньте, пожалуйста, с той стороны. Да, команда, кто готов? Хорошо выходит. Слушаем вас. Определяется три границы сердца. Правая, верхняя и левая. Нижняя не определяется. И, бывая два вида, получаются перкуссии. Абсолютной и относительной тупости сердца. Правая относительная тупость сердца определяется следующим образом. Сперва нужно найти нижнюю границу легкого по серийно-кручечной линии за счет перкуртирования желья. Хорошо. Очень даже хорошо слышно звук перкуртурный. Пока не находится потерпление. Дальше, получается, нужно взять на два левра выше, поставить в руку. И параллельный вывод грудиния. И, получается, в сторону грудины перкуртируют. Пока не находится потерпление за один сантиметр толку декора. Так. Точку ставим. На стороне ясно-выточным звуком. Так. Правильно. Следующая граница. Следующая граница – это верхняя граница сердца. Она для начала определяется ключицей и первой нежребелью. Правильно. Перкуртируется память реберем по око, по грудинию линию. Так. До выслушивания притупленного звука. Так. Притупление. Еще чуть-чуть вниз. Еще чуть-чуть вниз. Так. Вот здесь. Так. Так. Следующая граница. Левая граница сердца определяется передней подмышечной линией в сторону грудины, начиная по пятой межреберья. Правильно. Там. Чуть выше. Здесь я слышу притупление. Так. Члены из статной комиссии. Ваша задача – оценить правильность у командовителей, которые вы пригласите в срок. Присаживайтесь. Все. Команды можете пройти из-за низка. И наутиру калорий. Итак, ребят, мы спрошу справились с заданием. Попрошу экспертную комиссию оценить технику выполнения аускультации и перкурсной сердца. Какие вы баллы поставите команде Диаспола? Пожалуйста, поднимите баллы. И команде Систова. Спасибо. Следующее задание. Итак, ребята. Разбор делали. Мы начинаем с жалоб больных предъявляемых при заболевании сердечно-сосудистой системы. Я предлагаю воспользоваться одной из инновационных педагогических технологий под самыми ГУМ. В руках у меня КУМ ГУМА. На его шестигране написаны вопросы. Я сейчас спонтанно брошу на ваш стой этот куб. И какой выпадет вопрос, на тот вопрос вы дадите мне ответы. Вы должны будете ответить на вопрос, а почему возникли жалобы у больных? Сырич, сосудистой патологии. Какая жалоба приоритетная? Отдышка, боль и отдышку. Боль. Хорошо. На боль и отдышку. Почему возникают эти жалобы? Пишем ответ. Так, на ответ даю пять минут. Разрешается обсуждение. Запишите свои ответы. Я передам экспертную комиссию. Так, пожалуйста, пожалуйста, ваши ответы. Прошу. 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 У вас на столе находятся дискрипторы. А теперь попрошу экспертную комиссию оценить ответы двух команд. Ждем. Какие баллы вы услышите в команде диастолы, команде систолы? Хорошо. Спасибо. Следующий этап обследования больных заболеваний среди сосудов и системы – это лабораторная диагностика. Я вам предлагаю воспользоваться одной из очень интереснейших инновационной технологией проблемного метода обучения, который называется кейс-стани. Он состоит из основного кейса, это большая коробочка, и два двух-минейных кейса. Двух-минейных кейсов. В основном кейс можно положить какую-либо ситуационную задачу, либо какой-то случай, сам кейс переводит изначально случай. Понятно, да? Какая-то проблема, к которой вы должны решить. Но решать вы будете изначально два кейса, два-минейных кейса. Итак, что же здесь у нас лежит? Посмотрите. Спикер команды, пожалуйста, вы звучите. Мы введем биохимическое исследование, анализ, результаты. Так, а какой именно анализ? Биохимический. А именно? Липидограмма. Липидограмма. Так, ведь? Да. Туда входят какие анализы? Липидограмма. 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 Хорошо. Три показателя. Что же находится в мини-кейсе? Пожалуйста, верните мне анализ. Анализ. Смотрим, что там на полу. А тут? Липидограмма. 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 Продолжение следует... 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 Статины не рекомендуется использовать... Пока статины не рекомендуется... Хорошо... Продолжение следует... 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 Обычно его амплитуда составляет 10 или реже 20 мм в мВт. Чтобы понять принцип работы ЭКГ, нам нужно узнать о проводящей системе сердца. Проводящая система сердца состоит из синаториального узла, либо СА-узел, из межприцельного пучка, либо же пучок Бахмана, из межузловых трактов, из атеровинтикулярного, либо АВ-узла, из пучка ГИСа. Пучок ГИСа делится в свою очередь на правую ножку и на левую ножку, а левая ножка еще делится на заднюю ветвь и переднюю ветвь. И десятая – болок на портине, находящийся в миокарде из желудочков. Если мы посмотрим на электрокардиограмму, то она состоит из различных линий. Если увеличим мы фрагмент, то увидим, что линия, на которой лежит ЭКГ, называется изолиния. А то, что не лежит на изолинии, называется зубцами. Зубцы делятся на положительные зубцы – это П, А, Р, Т, и отрицательные зубцы – Q, С. Далее, у ЭКГ есть интервалы. Два интервала – это интервал П, Q и интервал К, Т. Два сегмента – П, Q и второй сегмент – С, Т. И один большой комплекс – Q, Р, С. Далее. Что такое зубец П? Зубец П отображает процесс возбуждения предсердий. Далее, интервал П, Q соответствует периоду от начала возбуждения предсердий до начала возбуждения желудочков. То есть, импульс по межузловым трактам передается на АВ-узел, и там оно некоторое количество времени сохраняется, из-за этого появляется интервал. Далее, комплекс QRS. Импульс спускается по АВ-узлу на пучок ГИСа, и возбуждение не возбуждает окружающие миокарды. Но на конце импульс, на конце своей пути начинает возбуждение миокарда, и импульс идет назад. И поэтому путь, который был пройден, нужно опять возбудить, и импульс разворачивается. И поэтому на ЭКГ появляется отрицательный зубец Q. Далее, возбуждение в верхушке сердца. Вектор возбуждения смотрит на электрод и обозначается зубцом R. Потом происходит возбуждение основания сердца, и вектор направлен от электрода. Вектор направлен от электрода, и она обозначается зубцом S, отрицательным зубцом S. Что такое сегмент ST и зубец T? Сегмент ST соответствует медленной реполяризации желудочков, а зубец T – истинная реполяризация. У каждого процесса на ЭКГ есть свое время. Например, зубец P занимает 1 десятую долю секунды. У сегмента PQ, она занимает 0,8 доли секунды. Сегмент комплекс QRS тоже 1 десятая доля секунды. И последнее, интервал QT до 0,44 секунды. Отведение ЭКГ. Есть стандартные отведения. Первый, второй, третий. Три стандартных отведения. Усиленные отведения от конечностей, то есть АВР, АВЛ, АВФ. И грудные отведения от В1 до В6. В итоге 12 отведений. Что такое стандартные отведения? Первое стандартное отведение фиксирует потенциал от правой руки и левой руки. Второе отведение от правой руки и левой ноги. Третье отведение от левой руки и левой ноги. Можно представить это в виде треугольника. Этот треугольник предложил в свое время Эйнховен. Усиленное отведение, это потенциал берется от одной конечности, а со второй стороны потенциал должен быть равен к нулю. Этот ноль достигается тем, что объединяется два электрода от оставшихся конечностей и получается усиленное отведение. Допустим, АВР. Р тут обозначает right, усиленное, то есть правое, с английского правое. Это усиленное отведение от правой руки. АВЛ, left, левое, с английского. Это усиленное отведение от левой руки. АВФ, foot, означает нога. Это усиленное отведение от левой ноги. Это треугольник Эйнховена. Смысл в том, что по центру должно быть сердце. И мы ставим сюда это сердце и можем увидеть, какое отведение отвечает за какую часть сердца. То есть вот ставим на каждое отведение, через центр проводим параллельную линию на каждое отведение. И по углам треугольника ставим усиленное отведение. То есть можно увидеть то, что первое стандартное отведение отвечает за переднюю стенку сердца. Второе отведение это сумма первого и третьего. Третье отведение стандартное. Задняя стенка сердца. Потом АВР, правая боковая стенка сердца. АВЛ отвечает за левую переднюю боковую стенку сердца. АВФ, задняя нижняя стенка сердца. Далее, грудные отведения В1 и В2 отвечают за правый желудочек, В3 – межжелудочную перегородку, В4 – верхушка сердца, В5 – передняя боковая стенка левого желудочка, В6 отвечает за боковую стенку левого желудочка. Далее, последовательность анализа ЭКГ заключается с первого ада – оценка ритма, второе – частота сердечного сокращения, третье – электрическая ось сердца, анализ зубцов П, анализ комплекса QRS, анализ сегмента СТ, анализ зубца Т и анализ оставшихся интервалов и сегментов. Регулярность ритма, правильный ритм – это когда все РР одинаковые. Допускается РР отклонение плюс-минус 10%. Водители ритма, у нас водители ритма синусовы. Критерий синусового ритма – это когда первый – зубец П синусового происхождения, второй – зубец П перед каждым QRS, третье – постоянная форма зубца П. Далее, оценка сердечного сокращения, частоты сердечного сокращения. Оно измеряется 60 секунд, делим на РР, умноженное на время, где Т для ленты 25 мм в секунду – 0,04 секунды. В данном случае мы меряем ленту, меряем ЭКГ, которая записалась со скоростью 25 мм в секунду. Тут промежуток РР – 20 мм, то есть РР умножаем на Т, получается 0,8 секунды. Получается цифра 0,8. ЧСС равно 60, делим на 0,8, получается 75. То есть в данном ЭКГ ЧСС равен 75. Далее, ЭОС – электрическая ось сердца. Ось сердца, в оси сердца, к правилу, у нас лектора направлены в одну сторону. Вот нормальная ось сердца. Но ось сердца может быть наклонена как вправо, как и влево. Как вправо, как и влево – это считается нормой, так как это зависит от грудной клетки человека. Далее берем тот же треугольник Эйнтховена, но теперь рисуем как кружочек. И на кружке ставим от 0 градусов до плюс 180. И от плюс 180 ставим цифру минус 180, от минус 180 рисуем дальше до 0. Получается нормальная ось сердца, когда альфа плюс 30 и плюс до плюс 69. А вертикальная ось сердца, когда альфа от 70 до плюс 90. Горизонтальная ось, когда альфа от 0 до 30. Отклонение ось влево, когда альфа от 0 до минус 90. Вертикальная ось, когда альфа от плюс 70 до плюс 90. Отклонение ось вправо, когда альфа от 91 до плюс 180 градусов. Анализ зубца P делается, когда одинаковые зубцы. В АВР зубец P отрицательный, в остальных, как правило, положительный. В первом и втором положительный или двухфазный. Длительность до 1,1 секунды и высота до 2,5 мм на каждом. Анализ комплекса QRS. Когда QRS везде одинаковый, длительность до 1,1 секунды. Высота каждого зубца до 20 мм. Далее анализ сегмента ST. Лежит ли она на изолине. Допустима депрессия в V5, V6 до 0,5 мм. И подъем в V1 и V2 до 2 мм. При условии, что T положительный. Анализ зубца T это когда форма, высота одинаковая в норме. В АВР отрицательный. В первом и втором стандартном отведении В АВФ. От V2 до V6 положительный. В третьем отведении, в грудном отведении В1 и в усиленном отведении АВЛ. Он мог как положительный, как и отрицательный. И могут быть и положительные, а отрицательные одновременно. Сейчас я покажу методику проведения электрокардиографии со стандартным расположением электродов. Сначала я смачиваю электропроводящей жидкостью места, где будут находиться электроды конечностей. Дальше. Я накладываю электроды конечностей. Красный электрод на правую руку. Желтый электрод на левую руку. Также важно отметить, что красные и желтые электроды накладываются контактной поверхностью электрода на ладонную поверхность. Дальше. Зеленый электрод накладываю на левую ногу. И на правую ногу соответственно устанавливается заземление. Переходим к наложению грудных электродов. Смачиваю электропроводящей жидкостью места, где будут накладываться электроды. После чего накладываю электроды В1 четвертыми жреберями справа отключены. Электрод В2 находится параллельно электроду В1. Дальше накладывается электрод В4 на пятыми жреберями по средней ключичной линии. После накладывается электрод В3 между электродами В2 и В4. После накладывается электрод В5 на пятыми жреберями по передней подмышечной линии. И В6 на пятыми жреберями по средней подмышечной линии. Дальше включаю аппарат и начинаю снимать ЭКГ. И после окончания процедуры убираю цифры. Снятие электрокардиограммы – это последний этап в методике обследования больных заболеваний сердечно-сосудистой системы. Технику проведения электрокардиографии показал нам проект. Теперь последнее задание такое. Я сейчас каждый из команд дам проект в ЛЭКГ, на который вы должны будете нарисовать нормальную ЭКГ со всеми функциями и электрокардиографию при синусовой тахикардиограмме. Нормальную электрокардиографию и синусовую брадикардиограмму. Вам на это 5 минут дадут. Итак, время вышло. Пожалуйста, передайте мне вашу информацию. Проведите анализ. Итак, ребята, вы ознакомились с техникой постановки электрокардиограммы. На комиссии объявите, пожалуйста, свои результаты. Посовершавшись, мы решили, что команда Диастова получает 4 балла, а команда Систова получает 3. В результате итоги сегодняшнего нашего урока общим счетом 19-19 победила дружба. Благодарим вас за сегодняшний урок. Итак, ребята, наш урок подошел к своему логическому завершению. Вы сегодня закрепили одну из сложнейших тем предмета пропедетика внутренних заболеваний. Это методика всевременной больных заболеваний сердечно-сосудистой системы. Я думаю, вам было интересно, познавательно. Всем большое спасибо. Аплодисменты.